всем привет мы находимся в городе москва пока тимофей находится в сочи он вам расскажет свою часть подготовки пилотов к сезону но я вам расскажу свою часть подготовки к сезону и вы наверное уже помните с прошлой серии что случилось с джетиха никиты шилькова у неё в общем стукану мотор мотор еще кстати на месте да пока на месте но уже в процессе съема короче эти 86 сейчас восстанавливается и потом отправляется во вторую жизнь и продадим то есть покупатель уже есть претендент тем более уже за года просто долгой эксплуатации все решения найдены и тачка действительно хорошо уже едет что показал последний опять же до последние да кстати если вы не видели как для toyota gt 86 первый этап сдача стал последним обязательно после просмотра этой серии возвращайтесь на серию раньше в рдс изнутри межсезонье часть 3 мы рассказали вам как отрыгнула все у джетихи что случилось божественной тойота сломался у нас масляный насос давление масла упал до нуля произошло это ровным счетом потому что мы на сдаче отрубили специальным ворнинг который отрубает мотор случае падения давления масла нуля пилот должен увидеть по идее а тут он немножечко не увидел потому что говорит все полную дыру ехать полную калитку сейчас всем напихают а всем привет дорогие друзья с вами дима он снова значит и мы продолжаем продолжаем снимать ртс изнутри межсезонье а лишь и где-то там в москве а я снова оказался вот сейчас у меня в общем-то задача очень простая я хочу выловить аркадия цареграция он прячется от меня бегает задать ему несколько каверзных вопросов ответы на которые вы вы очень ждете так что давайте аркадий тут тренирует молодежь свежую кровь 22-го покатаешь 24-го проедешь у тебя получается все нормально катай вот тебе тренинг ассавчик вот все правильно аркадий мотивирует молодежь хотя какая-то молодежь степан курмилов он вовсе не молодежь старичок вот ты нашел себе ну или не себе или для кого-то такая прям межсезонье какие планы у тебя на следующий год постройки автомобиля что будешь менять какие-то изменения глобальные я хочу ярче сделать она была даже смотрю повторы особенно на автоплюсе и она яркая какая-то то есть она вблизи на солнце еще ничего а так смотришь ну какая-то просто нечто шевелится такое темненькое поэтому нет меня такой радикально не устраивает конечно поэтому и мы сделаем поярче вот а в целом все в пара мотор мощнее сделаем еще мощнее да мощнее почему потому что нужен более лаговый мотор иначе зацепиться не могу на такой мотоцикл в этом году построили что очень сложно им управлять вот в питере ездили подождем и пришлось и угол зажигания этому откатить вузмерть и отключить даже сиськи все и все равно это не сильно помогало вот поэтому надо чуть лаговый мотор но сверху пусть везет мощность пускай будет поэтому чуть понизим степени и чушки чуть побольше а вот у себя мотор разбирать уже разобран по каждой сезон разобираем нам же интересно что там происходит в этом сезоне мы ехали на спирту интересно было стирается там что-то или не стирается но все в порядке то есть спирт не вымывает там нас ничего не вымывает если все правильно настроена ровненького мотор можно было дальше ехать ладно дальше самая важная новость которая прямо в новый год значит пахнула это то что у вас в команде теперь ездит как усможенно дед то он же всегда был как бы мы с ним жестоко сделали везде ехали и он максимально нам по духу подходит он уже отмороженный полностью то есть если я еще иногда думаю что я такой типа иногда интеллигент он максимально подходит вам по духу то есть и фейл крю и по стилю и по всему короче максимально он на фланкере он на фланкере и фланкер будет тоже новый ливрей фланкер будет в ливрей и в принципе наконец-то то есть уже ни разу ливрей не было да что то на нем будет вот на самом деле про лосева еще вопрос лосев ушел во фреш авто что 8 но я думаю что он ушел во фреш авто вот то есть до его туда конкретно так схантили вот и в целом это неплохо мне это нравится в части того что индустрия становится активно то есть есть запрос на хороших пилотов есть запрос на то чтобы платить им бабки за то что они хорошие пилоты и это круто ну и с другой стороны возможно это уже мое мнение как вот человек со стороны да например ну фреш авто реально там плохой результат возможно этот баланс как-то подвинет и будет интереснее командная борьба потому что то что файл крю два года подряд как бы всем напихивает как это тоже не очевидно то есть мы то там то там я но и тем не менее у вас как бы вот такое как бы последовательная история была и сейчас возможно командная история в следующем году будет вообще максимально интересно банарка спасибо огромное ах и все ночью мы чё нам долго-то размусоливать все узнали все обсудили зато взрослые ребята подход знают делать знаю зато рулит и валится все зачитывали валит я вам хочу показать смотрите что это просто реликвия кто помнит команду автопро вот в таком составе ставьте лайк представьте а женька уже вот во фреш авто степан едет за себя а дима ермохин вообще свободный свободный пилот но мы находимся кстати сейчас в техническом центре ангар 13 где непосредственно готовится к сезону пилот еще пока команды лукойл рейсинг дрифтим никита шейков и вот что они делают кстати ну не они а как они тоже готовятся они делают себе техничку для того чтобы ездить в следующем сезоне расскажи что это вообще за чудо-машина вы так хвалитесь ею с никитой там stories и не stories рассказывай давай слушай это fiat ducato maxi это самый длинный который может быть и теперь это наша машина гоночного сопровождения она изначально понятно что грузовая теперь это груз пас будет то есть нас вот эту стенку мы убираем ставим диван ставим антресольку несколько столиков и вуаля вот так она выглядит сейчас кстати вот прекрасно вот так она выглядит сейчас абсолютно никакого никакой нативной рекламы спасибо что используете а ему а я знаю что уже несколько дней ты ждешь вести от хариса харис если ты нас смотришь мы тебе передаем большой привет когда поедешь за супрой на днях я уже за ней выезжаю и забираю привожу ее сюда в ангар 13 после чего мы здесь доделываем пару нюансиков и везем уже машину я везу короче если в качестве затравки то я супру пока на видосах и на фото видел уже в готовом варианте тысячи раз и каждый раз у меня просто слюна течет это херень какая тачка и вот первое впечатление одно впервые вы увидите кстати сейчас степан земцев геннадий ведь да по моему покажет нам жопку супры угадайте какого она цвета я знаю просто какого она цвета я ее видела а вот вы сейчас тоже пишите вот сейчас пока быстро 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 в комментариях как вы думаете как цвет цвет по ну что сказал показываю давай вот так давай ну просто ни хрена не понятно подойти поближе блин вы что-нибудь успели рассмотреть не вот кусочек тойоты только что приехала первая карбон кевларовая супра тойота джиар короче там джиар короче она крутая это просто нереально просто стойте не увозите пожалуйста я только я тут только так ребята у нас уже следующий день и сегодня у нас интересное тоже будет движуха я надеюсь интересное мы сейчас находимся не где-нибудь а на сочи автодроме в самом паддаке так что вот ребята кто не знает здесь вот происходит вся эта формульная движуха вот вот этих вот штуках значит сидят команды прямо и вот они бегают туда в бокс и значит где у них все происходит видите вильямс например радуга а мы идем ребята сюда не просто так здесь у нас подрабатывает сочинским таксистом никита шиков на вон он шиков там где-то ездит короче он не здесь сейчас еще в общем здесь организовано массовое катание людей с капотом случилась какая-то борода короче мы едем значит на 5 200 я вижу что капот делает так но обычно обычно он так начинает и так и думаешь так так что то не то вот смотри казалось бы все как порядке но это нет он у тебя не открылся что ты мне рассказывает того что он отборова нет он а просто ты обосрался и скажем так чуть-чуть так это твой стиль у тебя уже такое бывало мне кажется а ты сам меняешь колеса вот что значит целиком и полностью отдаваться дрифту и работе смотрите вот даже те кто на площадке даже аркадий петрович все на вяленьком на модненьком на там на простой одежде никита мало того что не зоне целый день ходит потеет еще и сам меняет колеса вот это вот просто представьте себе причем ей едет едет до того смотрите до корда стирает резина максимально используется вы перешли уже на модные капсона какие-то вот эти да сейчас на дети она причем у них а но у них название в принципе они каждый год новые непонятно чем друг от друга отличаются скажу ребята без каких-либо там вы не подумайте ничего китайская это резина она уже стала абсолютно нормальной то есть это раньше она была очень плохого качества а сейчас то есть я тут абсолютно точно совершенно спокойно на гражданскую машину покупаю себе вот такую зиту там дриту и она прекрасно работает и все нормально не парьтесь так что короче и кагама там бриджтоун там то это все конечно здорово но реально китайская резина нормальная короче нормальная работа вы только посмотрите куда мы приехали мы это мы с вами узнаете да наверняка техничку и на самом деле мы с приехали кузницу просто кузницу талантов всех практически питерских пилотов рдс это а мотор спорт пойдемте к пучинину в гости сломали уже что-то или нет еще пока нет аркаша тут а вот здесь собственно я в отражение зеркало вы еще не видели но вот у нас такой календарь к сожалению он не для продажи он только подарочные мы выслали его командам пилотом и разыгрываем в наших соц сетях поэтому активнее подписывайтесь у нас тут вот например димки тихомирова 46 дима собирается ехать рдс джипи следующий сезон собирается на она ждет во первых облегчение надеемся что килограмм на 100 мы и полегче обалдеть так вот и я думаю что будем поднимать мощность на ней просто добра добра у аркадий михайлович немерено вообще здесь ты хоть вообще запоминаю что у тебя здесь стоит конечно все знаю так это по моему мне узнаваем у машины это же пикачу качу стоит под чехлом обласканный мы сейчас кстати вам покажем и новую машину евгения григорьева она новая до считается свежекупленная свежекупленная которая будет пока использоваться в качестве тренировочной говорит аркаша давайте мы вам покажем раз мы приехали на базу а мотор спорт откуда переезжать так тут просто чуть-чуть было вот отсюда ребята переезжают очень маленький такой закуток вот сейчас аркаша переезжает постепенно они все отсюда выносят вместе с ребятами со своими механиками ребят выносим всех на прицелье колина жига вот она какая ну естественно скруч макдак скруч макдак летят бабки во все стороны это да сразу понятно кто папочка да модные диски какие-то видишь а вот и она господи бедный многострадальный вагончик у него сейчас все хорошо было когда-то плохо ну там у него ту мотор ту мотор мотор я вам рассказываю теперь историю про аркашу пучинина то есть у него значит куча пилотов в обслуживании но самое главное и единственное что он сделался заранее себе он готов остальные находятся примерно вот в таком я тебе расскажу и главный секрет и зовут успех но главное ничего не делать когда-то всегда готов свежекупленная тачка для дженни григорьева для того чтобы он катался зимой младших сериях это машина ранней постройки хгк раньше она когда-то принадлежала такому человеку его знали все как михалыч кто помнит михалыча отписывайтесь в комментариях посмотрим насколько вы старожилы нашего канала и вообще старожилы рдс планируем ее вот в этом месяце уже отправить на сдача я тут узнала что аркадий михалыч не различает цвета оказывается но но не совсем не различает мы сейчас будем играть в игру и спрашивать у аркаши какой этот цвет ну наверняка тебе уже сказали какой это что это красный это красно на самом деле я ну цвета которые ну конкретные яркие я вижу какого цвета у меня губы и рубашка красный красный а вот когда он знает потому что я до этого сказала что у меня по цвету вот а когда начинается там всякие полутона всякие там серо-бурмалиновые крапинку вот тут начинается вот пойдем пойдем это значит машина старая горкаленка она тоже красная да он тоже знает наверняка он знает все так видите да какой цвет какой это цвет красный красно-коричневая гамма вот это вот знаешь между красным коричневым какого цвета у меня ботинки белые белые ботинки белые так ну стоит отметить две вещи во-первых Никита уже сделал kiss the wall тут нормальный вот пришлось как видно жопу тут рихтовать значит делать да тянуть рихтовать так что не проходит даром короче вся эта история для машины но с другой стороны это как бы нормальные боевые шрамы если бы не было этого именно за это именно за это мы в середине дрифт ребята так что вот происходят такие штуки в межсезонье ты уже традиционно новогодние праздники проводишь на Сочи автодроме и мне знаешь все нравится черт возьми прекрасная погода прекрасная возможность погонять повкатываться и получить удовольствие и типа пытаешься заработать уже третий год но что-то пока не очень получается я тебе могу сказать так так как я тоже значит подрабатываю пытаюсь зарабатывать и могу сказать что пока это все миф в лучшем случае это просто у тебя зато есть у тебя зато есть дрифт такси да ты катаешься как бы да и вроде бы как бы сильно движуха идет да это только вот хотя бы это уже хорошо нет у нас были всякие такие истории проектные корпоративные на них это работает конечно да 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 оплачивают там сколько это количество людей прокатить компенсирует шину там доставку логистику и просят инорар когда это прямо вот целенаправленно иногда и удается но все равно это размазывается потом в итоге один раз вот стеночку заехал и все и вот у меня два раза уже топ на эти рулевая рейка там добрый вечер 86 тихо все да то есть ты официально заявляешь что все мы сейчас ее мы сейчас ее ребилдим восстанавливаем потому что у нас соответственно мотор что-то сломался но мы ее восстанавливаем полностью она продолжит участие в RDSGP есть уже даже теоретически под кем но пока я не буду разглашать тайну она еще пока не подтверждена поэтому короче она еще будет история продолжится а мы начинаем новую страницу и начинаем ее уже со второго этапа Сочи Дрифчеллендж потому что вот это случится то есть Супра уже близка да то есть я на самом деле здесь сейчас дотаксовываю потом жду значит своего дружа ищу Степана который привезет в крытом прицепе мы покажем ее журналистам покажем первый в мире карбон кевларовый обвес на Супру который мы так долго делали очень крутой получился и задача такая что здесь на ней ее вкатать потренироваться проехать Сочи Дрифчеллендж чтобы в РДС уже ворваться подготовленной на вкатанной машине чтобы не было такого ой я выехал первый этап на свежей собранной тачке поэтому у меня там ремень Гуру слетает да пошли нахер нет уже таких врядов все мчим по полным по боевой и ворвусь на первый этап РДС уже сам вкатанная машина вкатанная и пленных не берем настрой боевой короче Супре быть Супра скоро на экранах значит и я думаю что появление таких вообще это здорово что появляются новые машины жалко конечно что это случилось не в прошлом году но с другой стороны может быть это и к лучшему значит на втором этапе Сочи 3 Челлендж будет Супра и на первом этапе на МРВ который будет как вы знаете на МРВ так что встречайте будет уже она уже но сейчас она будет или уже будет полностью нет я хочу ее оставить карбон кевларовую сделать такую вершин 0 ливреи то есть мы ее как раз таки где-то можем об стеночку тирануть от каких-то контактов туда-сюда а перед сезоном РТС ее обновить вот этот кузов и оклеить уже в боевую линию нормальный человек такой ну то что повреждено как бы а я уже понимаю я на самом деле буду тестировать ее то есть я понимаю что мы будем и облокачиваться и на меня будут облокачивать на тридцатке на какой-то татарской да вот сейчас этим мажором московским а вот что он не разгоняется на прямых колесах ты там чинись я чинюсь и жду тебя пассажиром давайте прокатимся все-таки посмотрим как это выглядит изнутри тут уже в принципе подложили шайб я бы предложил еще усилить конструкцию стяжками это всегда помогает и скотчем конечно проклеить по периметру это тоже важно это что за агрегат это 30 еще одна Дима Тихомиров решил так скажем отправить мышь на покой свою вот и построить построить новую тачку чуть-чуть помощнее чуть-чуть везде чуть-чуть 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 и в принципе должно получиться хорошая машина для младших серий тоже для младших орк то есть многие 20 сейчас мы видим здесь соответственно ls пластиковые легкие машины должно получиться а эта машина дмитрия андреевича добровольского вот посмотрите как она серьезно да то есть ему тоже не остановиться у него же там и гром и молния и роза и все на свете и все равно я так понимаю что он хочет во первых попробовать другую платформу да это бэха знаете вот мне которая как бы вот мне что вот это что вот это одинаковая история они одинаковые короче вот можно здесь на любую машину кнопки сказать что это бы кроме вон той на подъемнике я знаю легкая платформа и и она будет вся пластиковые и не жалко будет бить об блоке вот я так понял что вот он для себя для сына приехал понимаешь этот круч макдак и теперь показывает свое хранилище вот еще одна 36 только это будет на джайзете все то же самое только на втором джайзете так подожди а это что чих пых когда-то здесь будет ну не когда-то это же зеленка ну это цвет зеленого подожди а вот это какой цвет серый а кофта у него это сложно фиолетовая судя по лицу николай недоволен чем-то да что случилось коль тебя расстроили почему конечно не в цвет нет коль ночью как тебе давно ты видел свою малышку да не недавно и к вам быстрее строится чем первый раз занения но быстро быстро я думаю на сочи замечательно не уже поедем да это аркаша кстати сказал что ты поедешь на этой а григорьев поедет на той но не совсем так колец собирается затестить поедет в зачет и он на зеленке а ты знаешь что на зеленке нужно мотор менять пока нет вот-вот а он видишь поэтому и говорит а вот я знаю что на зеленке надо мотор а теперь ты ему расскажи я ему говорил уже вот это вообще моя самая первая машина вообще самая первая машина которая в дрифте для летнего дрифта мы строить начали и из нее и из зеленки который разбил в рязани на западе мы собрали ту зеленку которая сейчас сейчас есть и про которую мы сняли фильм которая франкенштейн да кстати кто не видел фильм фильм вообще очень интересный буквально там 15 минут но смотрится на одном мы снимали его год он 15 минут но мы снимали год мы снимали весь процесс постройки мы снимали все сервисе ребята делали так что так что мы оставим ссылочку в описании обязательно переходите смотрите это очень интересно мне кажется фильмы про машины гораздо интереснее смотреть чем что-то здесь как обычно давай коль ты сейчас пообещаешь всем что у тебя вот в этой машине так не будет вот не будет вот так внутри чтобы ты не говорил снимайте меня пожалуйста изнутри не не будет не будет вообще у меня идея у меня три машины получается будет зеленка и 2-3 чистых я хочу их три разных цвета покрасить вот синяя красная и какой там голубой я даже не знаю да чьи это вот именно так и именно этим живет команда а motorsport межсезонье ну еще периодически коллега коленку успевает кстати на тренировке заглянуть и даже недавно они очень круто покатались дмитрием андреевичем добровольским вообще там очень много народу пытается на самом деле я просто так приехал даже никому не писал не звонил просто на удачу я видел что там кучу народу постоянно приезжать катаешься да и стоит заметить что дмитрий андреевич после этого сказал что вот аркадий михалыч который стоит сейчас любую целка 5 выращивает очень талантливое новое поколение пилотов такой фабрика фабрика звезд по пилотам короче я залез в тачку но папка у меня чуть-чуть толще чем положено поэтому я не до конца погрузился но целом мне это не мешает сейчас я прижму руку тут простую сейчас давай пускай не так комфортно попки но надо понимать что мне вообще с сиденьями всегда проблема поэтому проблема со стулом да да проблема с сиденьями мне надо широкой сиденьями ну что сказать на самом деле сзади конечно совершенно другие ощущения другая перегрузка вот и конфиг такой селиковый это круто никита слышу респект конфиг классный да особенно что меня радует то что все равно самый крутой конфиг это вот последний который на который мы тоже гадаем он прямо там такая хорошая связочка там есть где дотянуть есть где поработать классное место и вообще конечно когда весь конфиг проезжаешь по трассе абсолютно другие ощущения но сзади конечно такие вот эти вот когда перекладки особенно абсолютно по-другому это что вот эти вот четырехместные дрифт-такси появились это очень круто так что ребята как только у вас появится возможно все все договорились садится только назад запомните впереди отстой все давай никитос до скорого значит ждем твою супру и не без опраздничать